Девушки отдыхают В ролях Элиса Искамес, Милдред Кирос, Пабло Мартин и другие. Композитор Давид Монторо. Продюсер Виктор Фернандес. Режиссер Хосе Алкалде. Хисус сказал, что вы хотите меня видеть. Ты такая же, как она. Я не сплю. Ее глаза, ее губы. Не волнуйтесь, Дон Пио, это опасно. Ты вылитый, Респландор. Нет, вы меня с кем-то путаете. Мне не следовало приходить. Скажи, кто ты? Мне больно. Дон Пио, пожалуйста. Кто твоя мать? Отпустите меня, пожалуйста, инженер. Дон Пио, отпустите ее. Не надо так волноваться. Я искал тебя. И вот теперь я умираю. Я искал тебя 20 лет. Ты вылитый, Респландор. Ты ее дочь. Нет. Это не я. Не уходи от ответа. Скажи, кто твоя мать Лавизна? Моруанта, я никому не скажу о нашем разговоре. Пожалуйста, поверь мне. Садись, сынок. Когда Пио увидел Лавизну на празднике, он вспомнил одну... Кого он вспомнил? Скажи мне правду, Моранте. Он вспомнил Респландор. Старшую дочь Курвачи. Старшую дочь Курвачи? Как это? У Курвачи было две дочери. Одна Респландор, другая Лавизна. Значит, Курвачи и ты... Лавизна очень похожа на Респландор. Внешне они почти как близнецы. Когда Пио ее увидел, он вспомнил покойницу. Но Лавизна говорила, что Респландор умерла много лет назад. Пио безумно ее любил, а она не отвечала ему взаимностью. У нее был другой мужчина. Король обессил ее равнодушие, и однажды он приказал убить их обоих. Если Лавизна на самом деле твоя дочь от Курвачи, то она и та женщина, которую любил король, были... Они были сестры. Курвачи и я... Ну, в общем, в результате родилась Лавизна. Бабилония изменяет мне слоем Кардоса. Я не могу потерять мою девочку, Селли. Успокойся, Лансароте. Как я могу быть спокойным, если она спит с другим, с этим придурком Кардоса? Зря я тебе сказала. Я витаю в облаках, думая, что красивая жизнь может быть у такого голодного оборванца, как я. Лучше бы я умер. Ты еще не раз влюбишься в Лансароте. Я не хочу другой любви. Моя девочка, вот о ком я мечтал всю жизнь. Я думал, что смогу завоевать ее сердце. Она не должна была меня оставлять, Сенью Расселли, ради какого-то придурка. Бабилония очень молода. А доктор Кардоса приехал такой элегантный, благоухающий. Надарил ей кучу подарков. Конечно, зачем ей думать о каком-то нищем и глупом бродяге, вроде меня, у которого в жизни даже цели нет, правда? Вот почему она отдалась Лою. Провела я с ним всю ночь. Разве это не правда? Лансароте. Бабилония не должна была этого делать, Сенья Расселли. Я думал, что буду у нее единственным. Она поломала мне жизнь. Моя девочка погубила меня. Моя девочка. Моя мама Моруанта Санчес, вы же знаете. Моруанта не твоя мать, не обманывай, скажи правду. Не надо, Дон Пиво, успокойтесь, пожалуйста. Вы слишком разволновались. Мне придется увести ловизну. Я не обязана говорить с вами о своих родителях. Я вас совсем не знаю. Доставь мне эту радость, чтобы я мог умереть. Спокойно. Отпустите меня. Ты дочерь из Пландорда Львью. А твои родители... Силой вы ничего от меня не добьетесь. Вы знаете мою маму, а мой папа давно умер. Моруанта, шлюха! Не обманывай меня. Когда человек умирает, он никого не оскорбляет, как вы. Я выполнила вашу просьбу, инженер. Я была на празднике и навестила Дона Пиво. Но я не позволю оскорблять мою мать. Извините. Маловизна. Маловизна так и не знает, кто ее отец. Потому что он не разрешил мне открыть эту тайну. Но почему? Потому что он был в тюрьме и решил отказаться от родительских прав. Маловизна всегда говорила о своем крестном с большой нежностью. Конечно. Потому что до самого последнего дня его жизни она думала, что он ее крестный. И только при смерти, испытывая ужасную боль от ожогов, он сказал ей правду. Поэтому она мстит? От Пиво все наши беды. Из-за него мы не смогли пожениться, создать семью. Король Металла посадил стариков в тюрьму. Но половиной своего состояния он обязан ему. Он отнял у него все, потому что разрешение на добычу руды было получено Корулача, а не Пиво. Этот негодяй должен заплатить за все. Сынок, я рассказала тебе тайну. Этот секрет принадлежит мне и моей дочери. Пусть никто о нем не узнает. Пожалуйста. Он должен вернуть вам все, что отнял. Все, что принадлежит вам. Моя дочь хочет восстановить доброе имя Корулачи. Деньги не имеют для назначения. Состояние, которое сегодня возвеличивает Короля Металла, завтра обернется его падением. Очень сложно исправить прошлое. Я знаю, моя семья уже не будет такой, как раньше. В детстве мои сыновья относились друг к другу с уважением. И все же я не могу допустить, чтобы из-за этой женщины в них проснулась ненависть. Они оба любят ловизну. Судьба заманила их в ловушку. Хисус никого не любил так, как ловизну. Даже Дону Пио она понравилась. Представьте, он пригласил ее на праздник, как девушку Хисуса. Еще одна причина, чтобы Ореноко отказался от своих намерений. Она с ним играет. Ореноко так легко не отступит. Он ее любит. Она для него будущее, а не просто каприз. Он не может быть таким слепым, чтобы пойти против брата, против Короля Металла. Хосе Мигель, посоветуй. Эта девушка выбрала корони. И хуже всего то, что Хисус будет держаться за нее. Он очень нуждается в любви ловизны. В ее поддержке, в ее понимании. Он очень переживает из-за Пио. Но ведь еще есть я, его мать. Я могу быть с ним, я его понимаю. Кто же, как не я? Я должна пойти к нему. Я должна быть вместе с моим корони. Не создавайте новых проблем. Пусть Хисус сам к вам придет. Если вы нужны ему, он слишком расстроен. Я знаю, что он чувствует. Это же мой сын. Не ходите в больницу, сеньор Невис. Хисус не поймет ваших намерений. Он вас прогонит. Я больше не хочу ошибаться, папа. Я не хочу зависеть от услуг Бабилонии или моей крестной. Я хочу жить здесь, с тобой. Ты мой отец. Я решила остаться с тобой, когда меня бросила мать. Мне было тогда 15. Послушай, это была ошибка. Я не смог воспитать тебя так, как воспитала бы она. Нет, ты не прав. С тобой я чувствую себя надежно. Гораздо надежнее, чем в доме у матери. Потому что у нее муж, который совсем мне не нравится. Пап, ты доказал мне, что мужчины тоже умеют любить. Умеют заботиться о детях. И все же, иногда ты становишься... Каким я становлюсь? Иногда ты ведешь себя неправильно из-за ревности. А ты не лезь в Патрио. Патрио сказал правильно. Он знает, что очень часто я боюсь сказать тебе правду, потому что ты не принимаешь критики. Папа, мы могли бы стать друзьями. Ради Бога. Жить вместе с дочерью Гуси Пати. Иметь семью. Разве это не прекрасно? И тебе вовсе не нужно бегать за мной. Шпионить. Закрывать дом. Мы могли бы вести себя, как взрослые люди. Я знала бы, что ты со мной, что я всегда могу обратиться к тебе за советом. Ради Бога. Дай мне спокойно жить. Но ты еще очень молода, Сальвахия. И ты моя дочь. Нет. Ты не прав, папа. Я взрослая. Ради Бога. Когда-нибудь я встречу мужчину и выйду за него замуж. И кто же этот мужчина? Я не знаю, папа. Не знаю. Послушай, как я могу знать? Я ведь не гадалка. Ты ничего не понял, Гуси Пати. Послушай, прежде чем ты устроишься на работу, я пойду туда и узнаю, что это за место. Да никуда ты не пойдешь, папа. А если ты захочешь что-нибудь узнать, то спросишь у меня лично. Куда ты идешь? К Бабелонии. Пожалуйста, подумай над моими словами. И когда ты согласишься на мои условия, тогда я вернусь к тебе. Ловизна, подожди, пожалуйста. Меня этот человек больше не интересует. Я не хочу видеть его. Послушай меня. Успокаивайте и ублажайте его сами, инженер. Но я не собираюсь терпеть, если обижают меня и тем более мать. Дон и Пио накачали лекарствами, пойми его. Я просил тебя прийти, потому что этот человек, который сейчас при смерти, очень много для меня значит. Тогда ступайте и позаботьтесь о нем. А меня оставьте в покое. Ловизна, Ловизна, пожалуйста. Скажи мне правду. Кто такая Эрис Пландор? Какое отношение Дон Пио имеет к вам обеим? Кто этот сын, о котором он столько говорит? Не знаю. Я зря сюда пришла. Пожалуйста, Ловизна, скажи мне правду. Я должен знать все. Если вы хотите узнать правду, спросите у Дона Пио. Моя мать Маруанта Санчес. И ни вы, ни ваш влиятельный покровитель не причините нам вреда. Так что оставьте меня, наконец, в покое. Вам вредно видеться с Ловизной. Вы не должны позволять ей сюда приходить. Надо быть осторожным, доктор. Меня обманули. Я 20 лет думал, что у меня сын. Забудьте об этом, сын. Сейчас вы должны думать только о своем здоровье. Ловизна, дочери Скландор. И теперь, когда я ее нашел, я прикован к постели. Дон Пио. Дон Пио. Что с вами, Дон Пио? Доктор. Доктор. Ловизна. Сестра. Ловизна, моя дочь. Ловизна, моя дочь. Нет. Не может быть. Не может быть. Боже мой. Дон Пио. Дон Пио. Я позову врача. Нет, Дон Пио. Дон Пио. Нет, пожалуйста. Не оставляйте нас, Дон Пио. Ловизна, дочка Руачи. Да. Старик любил Ловизну. И это он сделал из Сапаара ресторан, чтобы она росла в нормальной обстановке и ни в чем не нуждалась. Чтобы она была здесь счастлива. И все это тайно. Молча. Да. Из страха перед Пио. Перед прошлым. Поэтому Ловизна заняла место отца после его смерти. Да, она обещала, что добьется справедливости. И что виновники взрыва в горячем цехе ответят за это. А я, как дурак, ослепленный ревностью, возражал против всего, чего добивалась Ловизна. Я мешал ей. Вел себя, как скотина, которая ничего не понимает. Не вини себя. Мне тоже не понравилось, что она стала работать с Хисусом. Ловизна принесла себя в жертву, а я ее не поддержал, хотя она просила. Она умоляла меня понять ее. Я не сумел этого сделать. Меня ослепила ревность. Я пыталась тебе объяснить, но когда ты увидел, как она выходит из дома вместе с Хисусом Феррером, но ты меня не понял. Ловизна имеет право бороться за то, что ей принадлежит. Я должен найти ее и попросить прощения. Я должен сказать, что я ее друг, ее союзник. Я люблю ее, Марванта, и я это докажу. А как ты поступишь с другой женщиной, которая живет в твоем доме? Это все сказки, Марванта. Она живет у меня, но у нас с ней нет ничего общего. Инженер Фалькон не имеет ко мне никакого отношения. Глянусь в тебе. Мое будущее, наша судьба, зависит от вас, доктор. Вы знаете моего брата, знаете, в каком секрете он держит свои дела. Дело в том, что мы поссорились, и мой дядя выгнал нас из дома. Он способен оставить нас на улице без средств. Мы не знаем, что будет с его здоровьем. А вдруг в момент составления завещания и гнева он принял решение, которое сейчас не в состоянии осмыслить? Вы полагаете, что он мог изменить завещание? На самом деле мы не знаем, что решил дядя в отношении наследства. У него нет детей, мы его единственные родственники, но он сердит на нас. Я хорошо изучил характер, Пио. Вы ведь представляете, каким деспотичным и нерациональным он может быть. Во имя вашей дружбы с моим отцом, помогите нам. Не дайте мне и моей дочери остаться без средств, если случится самое худшее. Мы имеем право узнать, что нас ждет. Защитите нас от этого монстра, доктор. Скажите, где документы моего дяди? Мы должны посмотреть завещание. Я всегда засматривался на дочек Мруанты. Эта работа мне по душе. Мне понравилась Сальвахи. Девка что надо. Ты же слышал, Дону Пио. Не трогай эту девушку. В Бабилоне Сальвахи мое вознаграждение. Тебе повезло. Я всегда держал тебя на грязной работе. Наводить страх на людей. Было и останется твоим занятием. Ты всегда будешь на дне. Ты никогда не поднимешься. Не встанешь рядом со мной. У меня тоже есть амбиции. У нас с тобой только одно отличие. Университетский диплом делает тебя выше меня. Вот такое. У любимчиков короля свои достоинства. И каждому из нас отведено особое место. Сначала Хисус. Потом я. Элой. А на последнем ты. Ну что, я считаю все оскорбления и удары. Когда я захочу, я стану выше вас всех. Не забывайся, Монтеку. И ты тоже. Успокойся. Завирай себе этих девок. Я знаю, какой диплом достанется мне и какое вознаграждение я получу. Я знаю, какая женщина ждет меня. Мы должны быть осторожными, как никогда раньше. Пио Эрис ни перед чем не остановится. Он нам угрожал. Мне кажется, вы немного преувеличиваете. Нет, сеньора Селия. Пока Сальвахи и Бабилони были на празднике, моей крестной позвонил Лон Пио и сказал, что они в опасности. Вы ведь помните, что они написали на дверях Сапуары? А газетное объявление о том, что мы работаем массажистками? Они хотели унизить не только мою крестную, но и нас, дочек Моруанте. Боже мой. А теперь мы боимся, что они что-то сделали с Бабилонией. Я не знаю. Моя хозяйка так радовала свиданию с доктором Кардоса. По-моему, она провела с ним ночь. Лично я в этом не сомневаюсь. Да что вы говорите, сеньора Селия, Бабилоня приличная девушка. Но влюблённая. Не шуми, Конкордия. Это правда. Любовь заставляет людей терять разум. Бабилония девушка, Солидат. А я предпочитаю думать, что ты не права. Что она уже не девушка и отдалась этому Лою по любви. Я боюсь представить себе другое, то, о чём мне не хочется думать. Несчастье. Месть. Ты всё делаешь неправильно, Лансароте. Ты не думаешь о последствиях. Как ты посмел отдать мою грязную формулу Солидат? Я не знал, что вы в ссоре. Мог бы спросить у меня, как будто с тобой можно разговаривать, если ты не пьян. Если не пьян, значит расстроен или сердишься. Ты сейчас не лучше меня. Если бы Бабилония любила меня так, как тебя, Солидат. Нет, она относится ко мне, как к собаке. Она меня презирает. Так было всегда. Ты постоянно за ней уеваешься. Она тебя ни во что не ставит. Я любил её. Она только и делает, что оскорбляет тебя. Она плевает тебя, по-моему, и не уважает тебя. Послушай, я целовал её. Я обнимал её. Эта девочка трепетала в моих объятиях. Мужчина способен почувствовать, когда он нравится женщине, да? Да. А что тебе может понравиться Бабилонии? Эта девица думает и мечтает исключительно о деньгах. Поэтому она тебя и презирает. Никто не будет любить её так, как я. Никакой идиот не станет жертвовать собой и отдавать за неё жизнь, как хотел это сделать я. Всё кончено. Она больше не будет смеяться ни надо мной, ни над моими намерениями. У меня тоже есть гордость, да? Да. И что же ты будешь делать? Клянусь тебе, Луис, всеми святыми. Я этого так не оставлю. Я отомщу. Кому? Всем. Я окончательно сломаю свою жизнь. Пресвятая дева, прости меня за ложь. Но ты же знаешь, это единственный способ спасти мою дочь. Мама, мама, Пио всё знает. Он увидел меня и догадался, что я дочь Респландор и Мессиаса. Он в этом уверен. Успокойся, дочка. Садись и послушай меня. Я очень боюсь, мама. Уедем отсюда. Туда, где Пио не сможет нас найти и не причинит нам зла. Уедем. Дочка, однажды я сама предложила тебе уехать. Но ты убедила меня, что мы не должны бежать. Это наша земля. Здесь похоронен Каруачи. Это наша жизнь. Наша привязанность. Наши воспоминания. Мама, зачем быть рядом с тем, кого ты не можешь любить свободно? Мы приговорены, мама. Пио Эрис не успокоится, пока не покончит с тобой и со мной. Он нас не тронет. Почему? У него власть. У него деньги, чтобы выбросить нас на улицу, унизить и оскорбить нас до крайности. Мама, мы в его власти. Дочка. Ты удивишься, услышав от меня ложь. Но только ложь заставит Пио отказаться от своих намерений. Вам не следовало приводить эту женщину в больницу, инженер. Лавизна виновата в том, что произошло с Доном Пио. Не надо никого винить. Дон Пио болен уже много лет. Он не бережет себя. Он слишком много работает. И вот теперь приходится расплачиваться за это. Такой уж у него характер. Я озабочусь о нем много лет. Я посвятила ему всю свою жизнь. Я занималась его диетой, его лечением. И вся моя работа полетела прахом из-за лавизны. За этими словами скрывается какая-то тайна, Тата. Что значит лавизна для Дона Пио? Я ничего не знаю. Не притворяйся, Тата. Скажи мне, что ты скрываешь? Скажи мне правду. Почему Дон Пио говорит, что лавизна и Респландор похожи? О каком сыне он говорит? Это бесполезно, инженер. Я верна королю. И пока он жив, я нужна ему. С моих губ не слетит ни слова. Здравствуйте. Вы? Что вы здесь делаете, Ньевис? Тут не место для кухарки. Своей строгостью ты добьешься только одного голоса, Тати. Твоя дочь от тебя откажется. Не будь дураком, она же ясно сказала. Сальвахи попросила тебя доверять ей. Да. А это значит, что я должен позволить полицейскому из комбината ее облапошить? Не знаю. Я ведь говорю не о полицейском, который предложил ей работу, а о твоей дочке. Она заслужила этот шанс. Значит, я должен разрешить ей делать все, что она захочет. Пусть лезет в полку в пасть. Да никто не разубедит меня в том, что он безответственный тип. Конечно. Сейчас. Он. Раньше была спекулянтка. А ты ведь знаешь, что Бавилония всегда желала ей добра. Не знаю, патрио, отстань. Госипать. Твоя дочь хочет жить самостоятельно, стать личностью. Откуда ты знаешь? А вдруг эта работа на комбинате пойдет ей на пользу? А если потом она получит место получше? Не, надо думать только о плохом. Я не хочу, чтобы ее обманули, патрио. Но ты не можешь держать ее под замком. Она должна жить, ошибаться и учиться на собственных ошибках. Госипати. Сальвахи взрослая женщина. Господи. Я вижу, как она выросла, как похорошела. И не могу удержаться от ревности. Ревность это худшее, что есть на свете, друг мой. Ревность, ревность. Уж в этом я разбираюсь. Я так заблуждался насчет ловизны. А теперь не знаю, как просить прощения. Она моя жизнь. Я не хочу ее потерять. Аренок, не для меня солидат. Я уважаю ловизну. Она моя подруга. Не мучайся, Конкордия. Мы тебя понимаем. И знаем, что у тебя нет дурных намерений. Бабилония так не думает. Она обозвала меня предательницей, плохой подругой. Я должна с ней поговорить. Не хочу, чтобы у нас были разногласия. Успокойся. Есть вещи, которых даже ты не замечаешь. Что, например? В глубине души ты любишь патрио. Нет, солидат. Я смотрю на патрио по-другому. И все же ты сама готовишь ему еду. Ты говоришь о нем с такой нежностью. Здесь нечто большее, чем просто дружба. Он поцеловал меня, солидат. Патрио влюблен в меня. Это искреннее и прекрасное чувство. Он меня любит. А ты его. Баби! Баби! Баби, это я, Сальвахи. Что вы здесь делаете? Крестная приказала нам подождать Бабилонию. А она что, не приходила? Со вчерашнего вечера. Бабилония не вернулась в парикмахерскую. Никто ее не видел. Она не ночевала дома. Не может быть. Ты должна успокоиться и выслушать меня. И главное сделать так, как я попрошу. Я устала, мама. Я считала себя хозяйкой своей судьбы. Я была уверена в своих поступках. Да, я не сомневалась, что он увидит во мне отражение моей матери Ристуандор. Но я была уверена, что он ее не помнит. Твоя мать была страстью для Пио. Если бы ты его видела в больнице, он сжимал мою руку с такой силой и повторял ее имя. Он не умрет, дочка, потому что он заключил договор с дьяволом. Ты должна быть сильной и выслушать. Ты должна клясться и повторять, что ты не дочь Ристуандор. Как же так, мама? Ведь я ее портрет. Я хочу уехать и никогда больше не возвращаться. Ты не уедешь, потому что дала клятву. А здесь человек, которого ты любишь. А Риноко тоже коснулась коварства Пио. Сейчас Риноко живет в их мире. Он встречается с инженершей. Об этом мы поговорим позже. Я хочу, чтобы ты меня выслушала. Что я должна сделать, мама? С сегодняшнего дня ты официально станешь дочерью Мурланды Санчес. И Каруачи Даль Рио. Что? Поэтому ты похожа на Риспландор. Вы были сестрами. А я была женой Каруачи. Я ее осуждал. Я обидел ее. Я отдалил ее от себя, даже не заметив. Я поддался ревности. Когда человек любит, он всегда ревнует. Нет, Гуси Пати. Ты не прав. Человек не должен замыкаться в себе. Нельзя не слышать другого. Быть глухим, как ты, со своей дочкой. Пойди к ней, Гуси Патя. Пока не поздно. Поговори с ней. Хорошо. Я постараюсь не быть дураком. Я поеду за ней. Давай. А ты, Иринока. Разве ты не хочешь поговорить с Лавизной? Не знаю, Патрио. Я не уверен, что она сумеет меня простить. Я ее оскорблял. Я обвинял ее. Я сомневался в ее любви. Хотя именно я должен был ее поддержать. У нее достаточный причин, чтобы так поступать. Даже встречаться с Иисусом Феррером? Я знаю, что она меня любит, Патрио. Просто я не сумел этого разглядеть. Я не понял, что она во мне нуждается. Я бросил ее среди несправедливости и зла. Ну и чего ж ты ждешь? Найди свою любовь. И преврати ее в реальность. Не надо устраивать скандал, Тата. Я уверен, что сеньора узнала о состоянии Дона Пио и хочет проявить свое участие. И она надеется, что Дон Пио позволит ей войти к нему в палату? Ей! Кухарке! Тата! Я только хотела справиться о здоровье, сеньора. Как он? Наглая кухарка. Сплетница. Тата, пожалуйста. Вам следует знать, что в таких местах не принято держать кухарок. Но в последнее время вы все делаете наоборот. Простите, сеньора, Тата, но уходите отсюда. Сеньор ничего не желает. Доктор, как состояние Дона Пио? Плохо. На одежде нет. Мне нужно его увидеть, пожалуйста. Инженер. Сынок. Не называй меня так. Ты последний из тех, кого я хотел бы верить рядом с собой. Уходи отсюда. Пожалуйста, уходи. Нет. Единственный человек, которого я считаю своим родственником, находится здесь. Он умирает. А ты только и делаешь, что отравляешь мне жизнь. Осложняешь мое положение. Создаешь мне проблему. Убирайся отсюда. Уходи. Оставь меня одного. Я не знаю, какую игру ты затеял, Монтеку. Но на самом деле я не хочу видеть в тебе врага. Конечно, среди фаворитов короля, Хисус первый. Он единственный. Но как только он подведет Дона Пио, как только он оступится, и ты увидишь, как король даст ему пинка и поставит на один уровень с нами. Ладно, поговорим о другом. Теперь, когда Пио болен, у меня к тебе предложение. Какое? Ты должен помочь мне в одном деле. Я хочу, чтобы мы заключили сделку. И чтобы Дон Пио ничего не знал. Ты предатель. Из тех, кто бьет ножом в спину. Отлично. Я уступлю тебе Сальвахи. А ты уберешь с моей дороги одного типа, который вздумал со мной тягаться. И как же его зовут? Он работал на комбинате. Его зовут Лансароте. Я отдаю тебе девку. Твое вознаграждение. Но при условии, что этот тип исчезнет. Лансароте. Да, я его знаю. Я его знаю. Я слышал это имя на улице. Так зовут типа, который сегодня вечером впервые выступит на ринге. Я докажу тебе, что мог сделать карьеру, моя девочка. Что я честный человек. Человек слова. Я хотел отблагодарить тебя за все. Купить тебе новую парикмахерскую. Относиться к тебе, как к королеве. Не изматывай себя, Лансароте. Прибереги энергию для вечера. Не бойся. У меня в душе столько злобы. Пока я буду драться, я буду думать, что лицо Мачадо – это лицо другого придурка, который отнял у меня самое дорогое. Мне важно только одно. Чтобы ты показал класс. Помни обо всем, чему я тебя учил. Не волнуйся, тренер. В кассе все ставят на тебя. Ты фаворит. Вперед, к победе. Фаворит для незнакомцев. А не для любимой женщины. Не надо отчаиваться. Забудь о личных проблемах. Ты же профессионал. Да. Правильно, Лансароте. Не забывай о цели. С сегодняшнего дня ты станешь знаменитостью. Будучей звездой бокса. Приведите Мачадо. Моя девочка покончила со мной. Оставь мрачные мысли, никто с тобой не покончит. Дыши глубже, чемпион. Вперед. Мы с тобой. Мачадо выше тебя, поэтому мы пригласили его пораньше. Надо порепетировать. Поздоровайся с ним. Я убью тебя. Никто не отвечает в Боливере. Меня это пугает. Мы напугаем близких к Бабилонии без всякой необходимости. Без необходимости? Ради Бога, Солидан. Как же так? Бабилония пропала. И мы должны что-то предпринять. По крайней мере, предупредить Ирию. Она единственная сестра Бабилонии. Она тоже крестница Муруанты. Она одна из нас, Солидан. Нам надо успокоиться. Нельзя поднимать шумы по пустякам. Ты по-прежнему думаешь, что Бабилония провела ночь в другом месте? А ты по-прежнему это отрицаешь? Она никого не любила. И вот появился этот человек. Он предлагал ей вилы, дворцы. Он очаровал ее. Неужели так? Неужели Бабилония сдалась? Неужели она позволила себя обмануть? Я не верю, ради Бога. Я видела ее в саду, около дома. Да, она была очарована бассейном, статуями, витражами. Но, ради Бога. Она всегда говорила, подружка, когда-нибудь у меня будет такой же дом с Элоем. Я не могу поверить. Правильно. Он ее соблазнил. Нет. Она не могла так легко подарить себя Элою. Он наговорил ей нежностей. Нет. Я знаю ее лучше других. Она не пошла бы на это с первой встречи. Понимаешь? Не понимаю. Почему вы потерялись на празднике? Я тоже не понимаю. Просто только всего произошло... Вы понимаете, сначала мой отец меня застукал. Потом случился приступ у Дона Пио. Ну вот. Как хорошо, что ты со своими подружками. Папа. Послушай, я принимаю твои условия. И в их присутствии прошу тебя вернуться домой. Мы приехали помириться с дядей. Прось с дороги, Тата. Дон Пио не в состоянии вас принять. Ты не помешаешь мне увидеться с братом? Чего ты хочешь? Принести ему новое огорчение? Убить его? А если да? Только через мой труп вы войдете к Дону Пио. Ты слишком высоко себя ценишь. Но ни мне, ни моей дочери ты не указ. Отойди и моли Бога, чтобы мой дядя не умер. Потому что тогда мы с огромным удовольствием переступим через твой труп, моя дорогая и бедная Тата. Мурланте? Из всех моих проектов ты тот, кого я хочу видеть рядом с собой. Все остальные не годятся. Вам нельзя говорить, Дон Пио. Успокойтесь, помните. Врач запретил вас навещать, потому что после разговора с Татой у вас подскочило давление. Ерунда. Ты не понимаешь, Иисус. Я позвал тебя, потому что хочу, чтобы с этих пор ты заботился о ловизне. Я же говорил, что она очень дорога мне, Дон Пио. И что, увидев ее, вы поймете мои намерения. Ты обещаешь, что позаботишься о ней. Обещаю, Дон Пио. Скажите, почему ловизна так важна для вас? Почему вы говорите, что они с Респландор очень похожи? И кто этот сын, о котором вы столько говорите? Она мое прошлое. Ловизна разделит мое состояние вместе с тобой. И мою тайну. Пресвятая Дева. Ты помогала моей маме. Ты всегда указывала мне дорогу. Неужели ты думаешь, что Пио поверит в рассказ моей мамы? Это ложь. Да. И все же это единственный способ освободиться от его власти. Мне нужен покой. Пресвятая Дева. Я хочу, чтобы Ориноко поверил мне. Я так одинока. Если бы он меня понял. Я понимаю, что с тобой происходит. Я никогда не должен был тебя оставлять. Если ты простишь меня, я всегда буду с тобой, Ловизна. Всегда с тобой. Прости меня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...